Девушки отдыхают В... Это... Про меня. Про меня. Про меня. Про меня. Нет, про меня. Значит так. Значит так. У меня заболела... Правильно. У меня заболела дочь. Врач прописал ей... Горькое лекарство, которое она не захотела принимать. Правильно. Я стал ее уговаривать. Уговоры не помогли, а сердиться на больного ребенка. Сами знаете. И тогда я рассказал историю про... Правильно. Про то, как меня в детстве лечил профессор ухо, горло, нос. Всех в детстве лечил профессор ухо, горло, нос. Ой, вы знаете, я в детстве все время простужался. И когда меня привели к профессору, он посмотрел на меня и сказал. Необходима операция. Мальчик, открой рот. Я открыл рот. А профессор, даже не сказав спасибо, сразу полез туда щипцами. Мне стало так больно, что... Профессор вдруг закричал. Очень быстро отдернул руку и сказал. Я сорок лет работаю с детьми и в первый раз меня кусают. Он сказал, что отведет меня в соседний кабинет к зубному врачу, где мне удалят все зубы, чтобы я не кусался. И тогда? И тогда. И тогда я вскочил и убежал. А, вот никуда я не убегал. Я убежал. Меня нашли только на третий день в поезде Ленинград-Владивосток. Никуда я не убегал. Я остался сидеть, но так крепко сцепил зубы. Как я, когда меня сняли с поезда и снова привели к профессору. Я тогда закрыл рот и сказал. Что, 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 что? Закрыл рот и сказал? Закрыл рот и сказал. А профессор тогда сказал, пусть этот мальчик всю оставшуюся жизнь чихает и кашляет без мороженого. Жизнь без мороженого? Разве же это жизнь? Но я все равно не раскрывал рот. И я тут же раскрыл рот и крикнул. Нет, немедленно сделайте мне операцию. Я решил, что никогда в жизни ни за какие из кемо я не стану делать тебе операцию. И когда я крикнул, ухо-горло-нос испугался, что я его снова укушу за руку и сделал мне операцию. И тогда пришла моя мама, побежала в магазин, купила горячо любимый мною зефир в шоколаде. Я не выдержал и раскрыл рот. Так что это про меня. Про меня. Ничего подобного. Я рассказывал своей дочке про себя. И тогда моя дочка приняла горькое лекарство. Правильно. А когда ей потребовалось в следующий раз его принять, она... Тогда она попросила, чтобы я снова рассказал ей историю про то, как ее папа был маленьким. Что спорить? Все мы были маленькими. Да. Все мы хотели быть смелыми. Мечтали стать летчиками, моряками. Все мы были немножко хвостунами. У каждого из нас был двоюродный брат с железными мускулами. У каждого из нас была своя первая учительница. Все мы радовали и огорчали своих пап и мам. Все мы были маленькими. Много лет тому назад Был я очень небольшой, Но успешно в детский сад. Я из ясли перешел. Мною с самых юных лет Восхищалась вся родня. И решил я, в мире нет Никого у меня и меня. Удивительнейший факт, подтвержденный мамою, Но со мною точно так было. То же самое. Столько медий, двести драм Я когда-то пережил, Потому что был упрям И не соблюдал режим. У меня был редкий нрав, Помню, в дни, когда был мал. Я всегда считал, что прав, Всех и все критиковал. Удивительнейший факт, Подтвержденный мамою, Но со мною точно так было. То же самое. Когда папа был маленький, В него был ужасный характер. Маленький папа капризничал И огорчал своих молодых бабушку и дедушку. Маленький папа на всех и на все обижался. Да, маленького папу хлебом не кормил. Дай только пообижаться, Дос. А когда не на кого было, И не на что было обижаться. Маленький папа обижался сам на себя. А когда маленький папа пошел в школу, А тут началось самое ужасное. Я никогда не думал, Что меня будут обижать девочки. Все ученики расселись по местам. И только я стоял у дверей класс И плакал. Маленький папа стоял и плакал, Когда подошла учительница Афанасия Никифоровна. Ты почему плачешь? Спросила учительница. Ну, я ответила, рыдая, Что одна девочка села на мое место, Не пускает меня и показывает мне язык. Учительница ничего не сказала, А взяла маленького папу за руку и повела в класс. А девочка, которая заняла мое место, Сразу вскочила и, бесит со своим языком, Убежала к своей парте. А я сел на свое место, На целый рог обижался на учительницу. Почему она не наказала девочку, Которая сделала мое место и смеялась надо мной? А на следующий день Повторилась та же история. Что опять случилось? На этот раз твою парту совсем унесли? Ну, я же рыдал еще громче. Учительница опять взяла маленького папу за руку И ввела его в класс. А когда ребята увидели, Насквозь промокшего от слез маленького папу, Все стали смеяться. И с маленького папиной парты вскочили целых две девочки, Разбежались по своим местам. А я сел на свое место сам. Я обижался два урока подряд. Первый на учительницу. Почему она не заступилась за меня? А второй на ребят. Почему они не плакали все вместе со мною? А смеялись вместе с девочками, Занявшими мое единственное место. А когда на следующий день Учительница снова увидела у двери класса, Утомленного от слез маленького папу, Она сказала, Ты знаешь, Я не буду тебя больше вводить в класс за ручку. И сама в класс не пойду, Пока ты не решишь задачу. А задача такая. В классе шестадцать девочек И восемнадцать мальчиков. Спрашивается, Почему девочки дразнят только одного мальчика, А остальные семнадцать мальчиков смеются? Тогда я так обиделся, Что даже плакать перестал. А Фадасия Никирферна отвернулась И стала ждать. А я подумал, подумал, И пошел в класс. В классе все засмеялись, Когда увидели маленького папу. А на моей парте сидели четыре девочки, И одна из них смеялась громче всех. Я хотел было обидеться, Но мне было очень некогда. Я быстро побежал к парте той девочки, Которая смеяла и громче всех, И сел на ее место. И тут в класс вошла Афанасия Никифоровна, И все девочки вскочили с папиной парты, Чтоб сесть на свои места. И только самая смешливая девочка Не смогла сесть на свое место. Все ребята стали смеяться над этой девочкой. Я думал, что она заплачет, как я. Но девочка плакать не стала. И жаловаться она не стала. Она наоборот, тоже засмеялась, Быстро подбежала к папиной парте и села. И мы так просидели целый урок. И никто больше не плакал и не смеялся. А Афанасия Никифоровна не сказала нам ни слова. Но мы сами все поняли. А когда урок кончился, И мы все побежали в коридор, Я споткнулся об троечника Зайчикова и упал. Все засмеялись. А я хотел было обидеться и заплакать, Но вместо этого обиделся и засмеялся. И вот тут Афанасия Никифоровна улыбнулась и сказала, Вот молодец. А я боялась, что ты опять обидишься и заплачешь. Я сам боялся. А учительница сказала, Запомните, дети, Когда вам захочется плакать, Непременно попробуйте улыбнуться или засмеяться. Поняли? Поняли! И мы побежали на переменку, И целых 10 минут толкались с троечником Зайчиковым. И никто не плакал и не обижался. Но троечник Зайчиков очень уж хотел подразнить маленького папу, Чтоб тот снова заплакал. И когда прозвенел звонок на следующий урок, И Афанасия Никифоровна отвернулась к доске, Чтобы написать задание. Коварный Зайчиков уколол маленького папу булавкой. Афанасия Никифоровна обернулась. Почему ты нам мешаешь? Что такое? Я молчал. Мне не на кого было пожаловаться. Я точно знал, что меня укололи. Я точно знал, куда меня укололи. Но я не знал точно, Кто меня уколол. А если б знал, то непременно сказал бы. Сказал бы, и чтоб его наказали. А пока я молчал. Молчишь? 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 Когда тебя не просят, кричишь, А когда спрашивают, молчишь. Тогда выйди из класса. Я почти заплакал и пошел к двери. Но тут две девочки, Которые всегда все знали И всегда все видели, Закричали. Его Зайчиков уколол булавкой, Которая ему мама пристегнула ключи От квартиры номер 43, Пятый этаж балкона. Афанасия Никифоровна Сердито сверкнула на девочек очками. Пусть вместе с тем, кто кричал, Выйдет тот, кто колол, И те, кто ябедничают. Правильно я говорю? Ответили ребята. В коридоре Маленький папа все же решил немного поплакать. И Зайчиков был ужасно доволен И все время дразнил маленького папу. А Маленький папа так рассердился, Что даже плакать перестал. А на следующий день Маленький папа пришел в школу С большим гвоздем. И когда Афанасия Никифоровна Отвернулась к доске, чтобы написать задание, Достал из портфеля гвоздь И уколол злого Зайчикова В руку. Зайчиков завопил так, Что Маленький папа испугался. Афанасия Никифоровна Снова сердито сверкнула очками. Афанасия Никифоровна Опять Зайчиков? Это не я! Это меня! Ах, вчера ты, а сегодня тебя! Интересно, кто это мог совершить Такое злодейство? Ты посмотрела на меня. То есть, на Маленького папу. Все посмотрели на Маленького папу. А Зайчиков только молчал и всхлипывал. Все молчали. Да. Никто не хотел ябедничать. Да. Я тоже не хотел говорить, Кто уколол Зайчикова. Я тоже не хотел ябедничать. Но Афанасия Никифоровна Никого не хвалила за неябедничество. Да. Она самым своим сердитым голосом сказала, Так кто же все-таки это сделал? И сверкнул очками в мою сторону. Я испугался и сказал, А я его не колол. Прекрасно. Чем же ты его не колол? А я его вот этим гвоздем не колол. И тут все захохотали так громко, Что прибежал учитель из соседнего класса. Чему вы здесь сокрадуете, Афанасия Никифоровна? Мы радуемся тому, Что один мальчик не колол другого гвоздем, Тот-другой не жаловался, И никто не ябедничал. Но самое главное, Что при этом никто не обманывал Свою старую учительницу. И в классе стало тихо-тихо. И все Сердито посмотрели на меня. Мне стало очень стыдно. Я встал И сказал, Зайчиков кричал, Потому что ему было больно. Ребята молчали, Потому что не хотели ябедничать. Я молчал, А потом соврал. Даже боялся, Что меня опять выгонят, И все снова будут смеяться. Я больше не буду. Да уж, Постарайся никогда не быть лгунишкой. Врать хуже всего. А Афанасья Никифоровна На этот раз не выгнала меня из класса. А я решил Всю жизнь быть правдивым. Я решил, Во что бы то ни стало, Говорить только правду. И когда я пришел домой, Я так и сказал своей маме и папе. Молодым бабушке и дедушке. Моей мамой и папой Очень меня хвалили. Они стали мной гордиться. Они гордились мной До самого вечера. Пока к нам в гости не пришла Мамина с папиной знакомая. Из квартиры, что напротив, Разговорчивая тетя К нам зашла Всего на несколько минут. Но часа четыре к ряду Говорила про наряды. Мама с папой думал, Я с ума зайду. Вдруг скричала тетя звонко, Позовите-ка ребенка. И обшарив свой оранжевый колор, Мне вручила шоколадку И спросила сладко-сладко. Ты ведь правда, детка, Любишь шоколад? Я в большом и малом честен, Ночью и средь бела дня. Я ответил ей естественно, И вдруг слышал. А меня? Краской мамы с папой И лица Залились, когда в ответ Правды верны, спрашивай, Рыцарь. Объявил я тете, Объявил я тете, Объявил я тете. Нет! Я думал, Что мама с папой покраснели от гордости За мою замечательную правдивость. Но когда тетя обиделась и ушла, Папа с мамой сказали, Что иногда правда бывает хуже неправды. И превращается в невоспитанность и глупость, В бестакность и грубость. И я понял, что они уже больше Не гордятся моей замечательной правдивостью. Я задумался. И думаю о своей правдивости даже сейчас. Но все-таки я стараюсь почаще говорить правду. Да. Хотя чаще всего получаю за это Не сладкое, а горькое. Но если тогда, когда я был маленький, Я чувствовал, что для того, чтобы говорить правду, Нужна смелость. Ну, вообще-то говоря, смелость ведь нужна Не только для этого. Без нее вообще очень трудно. Если говорить честно, смелости мне немножко не хватало. Смелость, как и правда, бывает разная. Но маленький папа этого не понимал. Маленький папа считал, что смелость должна быть видна, Как нос или уши. Он всячески старался ее показать. Если не на самом деле, то как будто. И мы решили устроить охоту на тигра. Охотники на тигров, они ж смелые. Все ребята хотели быть смелыми охотниками. Да. Некоторые согласились быть охотничьими слонами. Но никто не хотел быть тигром. И тут я увидел и услышал. Вот тигр, крикнул я. Вперед! Начинаем охоту на страшного тигра. Но котенок не знал, что он тигр. Котенок не знал, что маленький папа хочет быть отчаянно смелым И победить страшного тигра. И котенок не хотел быть страшным и опасным. Котенок прижался к стенке и жалобно замяукал. Но маленькому папе было очень жаль расставаться со своей смелостью, Которая была так здорово видна из всех окон нашего дома. И он крикнул. Тигр рычит! Тигр приготовился к прыжку! Вместо ружей! Палки! Вместо патронов! Камни! Вперед смелее! Пли! И в котенка полетели камни и палки. Котенок бросился бежать. Я за ним. И тут я оказался самым смелым и ловким. Я угодил котенка! Палкой! Камнем! Палкой! Не все ли равно? Котенок жалобно вскрикнул и упал. И тут мы все увидели, что никакой это не тигр, а просто маленький котенок. Ему очень больно. А тут из парадного выскочила девочка, бросилась в котенку, присела около него и заплакала. А смелые охотники стояли в стороне и молчали. Девочка все плакала и плакала над своим котенком. И тут я не выдержал. И тоже заплакала. И никто даже не подумал меня дразнить. Всем было не по себе. Но хуже всех было самому смелому охотнику, который придумал, как показать свою смелость. И я с тех пор больше никогда не обижал ни кошку, ни собаку. И думаю, не смог обидеть бы даже тигр. Да, маленький папа совсем не был смелым. Это выяснилось на уроке физкультуры? Угу. Когда все ребята должны были лезть на стенку. Стенка была иностранная, шведская. Готов я горькую микстуру, и рыбий жир готов глотать. Но не ходить на физкультуру, спортсменом мне вовек не стать. Я становлюсь от страха белым. Я говорю вам, да я трус. Поскольку в том, что очень смелый, Себе признаться я боюсь. Все начиналось очень просто. Нас привели в спортивный зал. И всех нас быстро и по росту. Учитель бодро нам сказал, Представьте, дети, что внезапно На потолке возник пожар. И чтоб спасти кого-то нужно, По шведской стенке быстро влезть. И вот весь хваст с огромным ремеском Таскает что-то из огня. Катилась очередь по списку, И докатилась до меня. Вперед! Я на вершине славы! Быстрее всех! И выше всех! Не услышав криков браво, Сопровождающих успех, Я как деливо глянулся. И тут же в ужасе застыл. Я ужаснулся! Какой достиг я высоты! Учитель сказал маленькому папе, Чтобы он быстрее слезал вниз. Но маленький папа еще крепче Сцепился в лестницу, что и перекладил. Учитель рассердился. Никак не мог поверить, Что маленький папа такой трус, И решил, что он просто срывает урок. Выйди из класса, Свердит Аскадалон. Маленький папа не мог этого сделать, Потому что висел на стенке. А слезть не мог, потому что боялся. Тут он хотел было заплакать, Но вспомнил слова Афанасии Ефифовны, И наоборот, засмеялся. Тогда учитель выдержал, Сам занес на стенку, Снял с нее маленького папу, И поставил. Ему двойку с плюсом. Тройку с минусом. Двойку с плюсом. Тройку с минусом. В общем, ровно половину от пятерки. Потому что наполовину Маленький папа задание выполнил. Он же все-таки залез на стенку. Мама дома мне сказала, Что у меня просто врожденная боязнь высоты. Мой папа сказал мне, что я просто трус. И я решил тогда доказать свою смелость В следующий раз. Вот однажды, Когда мы выехали в воскресенье С Афанасьей Никифоровной В однодневный школьный лагерь. Там была дача с балконом. Была с балконом на втором этаже. И на этом балконе Ужасный троечник Зайчиков Сказал маленькому папе, А слабо тебе прыгнуть с этого балкона? А тебе не слабо. Я с парашютной вышки прыгал, Как хотел, с парашютом, И без сверху вниз. Мне не слабо. Просто неохота с такой пустяковой высоты прыгать. Вот если бы пожар, Огонь какой-нибудь. Ну, давай я тебе снизу спичку зажгу, Сказала Таня Павлова, Та самая девочка, Которая когда-то села на мою парту, Не пускала меня. Мы теперь с ней дружили. А вредный Зайчиков разозлился и закричал, А ты вообще с первого этажа не прыгнешь, трусиха. И тут я увидел, Что Таня даже побледнела вся И губу прикусила. Я испугался, что она сейчас прыгнет. И сказал, ребята, это глупо, Это глупо, прыгать ни с того, ни с сего. И ни с того, ни с сего, А с балкона помалкивает шведская стенка. Я тут покраснел, Посмотрел на Таню, И тут Таня Обиделась за своего друга, маленького папу. Ах ты, парашютная вышка, Ты за пятерку по-русскому не прыгнешь. А вот и прыгнул, Закричал Зайчиков И полез на перила. А я все равно больше боялся за Зайчикова, Чем обижался на него. Поэтому сказал, Зайчиков, Зайчиков, брось, Будь умней, Зайчиков, будь умней. А я и вправду умнее вас всех. И я прыгну с этих перил. Смерти моей прошу никого не винить, кроме Павловой. Внимание! Раз, два, три! Я от ужаса закрыл глаза. Перила страшно заскрипели. И я услышал, как что-то тяжелое упало куда-то. Стало тихо. Я открыл глаза И увидел, Что хитрый Зайчиков Сидит на полу И хохочет. Испугался. Смотрите, даже глаза закрыл. А я спрыгнул. Сказал, что прыгнул и прыгнул. А куда мое дело? И все Очень обрадовались, Что Зайчиков такой остроумный И такой изобретательный. Только одна Таня Павлова не радовалась. Она сказала, Во-первых, ты хвостуй. Во-вторых, трус. А в-третьих, лгун. Таня Скочила на перила, Постояла ровно секунду И прыгнула. Мы бросились к перилам И увидели, что внизу цветы на клумбе помяты. Но Таня цела. Тогда весь класс побежал вниз по лестнице в сад, Чтобы хвалить Таню. И только мы Зайчиковым остались. И он уже был не хвостун, не лгун. Он был никакой. Он все время глупо смотрел на меня и повторял. Прыгнула. Не слабо. Тогда я подошел к перилам И залез на них. Я хотел посмотреть, Чего испугался Зайчиков И чего не испугалась Таня. Я смотрел и смотрел вниз. Почувствовал, что Очень нездоров. Прямо-таки тяжело болен. Болезнью, которая называется Боязнь высоты. Я смотрел Две секунды Потом пять. Но болезнь не проходила. И тут я услышал Это еще что такое? Ты что там делаешь? Я хотел спуститься на балкон с перил. Но перила были старые. Им в этот день досталось. Они не вы... Они обрушились. А вместе с ними и я. Прямо на клумбу. К ногам Тани Павловой. Таня очень обрадовалась. И закричала Зайчикову. Он прыгнул, прыгнул. Понял парашютная вышка? Он не испугался. Он не испугался. Большой молодец был, маленький папа. Да. Мне было стыдно. Ужасно стыдно. Меня хвалили за то, чего я не сделал. Уж лучше слушать, как тебя заслуженно ругают, чем слушать, когда тебя незаслуженно хвалят. А тут еще Афанасия Никифоровна. А я решительно не помню, что говорила Афанасия Никифоровна. Я тоже. Мы не помним, как ругала маленького папа учительница. Но зато мы помним, что сказала Афанасия Никифоровна, когда на одну девочку в лесу напала змея... Я и маленький папа спас их друг от друга. Мы все веселились в лесу на поляне. И маленький папа, и Павлова, Таня, и троечник зайчиков были среди нас. Короче, был в сборе весь первый Атлас. К обеду весь наш коллектив первоклассный Набегался и утомился ужасно. Все сели, и сделав большие глаза, Томинственным голосом кто-то сказал... Где-то тут в глубокой чаще Обитатель здешних мест Ходит, бродит дикий ящер Он не только фрукты ест У него плохие нервы Говорят он каждый раз Нападает лишь на первую И, как правило, А-класс Мы в тревоге друг о друге Мы в тревоге друг о друге Очень громко крикнув, ах Час сидели все в испуге Только я сидел в очках Но сказал Петров Владимир Доставая бутерброд Этот ящер, видно, вымер И до завтра не придет Все вдруг очень осмелели Кто кого мы поглядим Ах, действительно! Что нам ящер в самом деле У нас здесь класса он один Кто-то крикнул Дайте волка По лбу я его как щелкну Кто-то крикнул Дайте рысь Я ей крикну Ну-ка, брысь Кто-то крикнул Дайте льва мне А я его огромным камнем Кто-то требовал тигрицу Чтоб немедленно с ней сразиться Подымались звери лапы Встретив силу наших рук Кроме маленького папы Все хвалились громко Вдруг Отеца кричала Павлова Таня И все мгновенно остановились И увидели Что Таня бледная от испуга На что-то показывает рукой А когда все увидели На что показывает рукой Таня Все разбежались Только маленький папа Не разбежался А наоборот Бросился к Тане Я змею увидел рядом Прямо вылитый удав В жуткой пасти зубы с ядом Выстроились три ряда Штук их двадцать или тридцать Вдоль торчат и поперек Каждый зуб острее шприца И размером с бочерок Это страшное создание Зло шипело и при том Направлялось прямо к Тане Хоть не звал его никто Что коварная очень змея Это мнение не мое Понял я, что не успею Выдрессировать ее Стало Таню Мне так жалко Пусть погибну я в бою В руки взяв себя и палку Налетел я на змею И тогда змея уныла Никому не сделав зла Прошипев я Пошутила Высвоясь и упал зла А Афанасья Никифоровна сказала Уж не кусается У него нет ядовитых зубов А зайчиков сказал Нечего было бросаться на него с холодным оружием Это он про палку сказал Тут все вылезли из кустов Куда спрятались от змеи И стали смеяться И тогда Афанасья Никифоровна сказала Человек думал Что перед ним настоящая ядовитая змея Что товарищ в опасности Он бросился помочь товарищу А вы И тут все замолчали А особенно замолчал Зайчиков Конечно смелым я был от испуга Но на этот раз я испугался не за себя А за девочку Что ее укусит змея И мне уже не было стыдно что меня хвалили И вот прошло уже много лет Я вспоминаю как я был маленьким Вспоминаю свою первую учительницу Афанасья Никифоровна Вообще то ее звали Лидия Климентьевна Афанасья Никифоровна Лидия Климентьевна Афанасья Никифоровна Лидия Климентьевна Моя первая учительница Моя первая учительница Лидия Климентьевна Зачем? Зачем мы спорим? У каждого из нас была своя первая учительница Свои папа и мама Когда-то молодые бабушка и дедушка И они учили нас Что характер человека вырабатывается с детства И до сих пор от слов своих не отказываются Потому что они правы Много лет тому назад Был я очень небольшой Но успешно в детский сад Я из ясли перешел Но из самых юных лет Восхищалась вся родня И решил я в мире нет Никого не меня Удивительнейший факт Подтвержденный мамою Но со мною точно так Было то же самое Нету времени конца Мчатся годы, дни, часы И похожим на отца Вырастает часто сын Был забавный наш рассказ Предназначен для ребят Может быть сегодня в нас Вы узнаете себя Что единственная Был забавный наш Субтитры подогнал «Симон» «Симон»